Тейл по-английски, араба по-испански, хвост по-русски. Тому, кто его ни разу не пробовал, бесполезно рассказывать о вкусе. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Да, сегодня я приготовлю блюдо, прекрасное во всех отношениях. Вы, конечно, можете иметь свое мнение, но для меня хвост – это лучшее, что может только оказаться на столе. У нас тут случилась зима. Зима в наших краях – это ливневые дожди, соответственно, чудовищная сырость и сумасшедшие ветра. Живем мы в поселке на самой горе. Причем наш дом находится на самом ее гребне. Все тепло, ветер выдувает мгновенно. Ну, вы слышите, наверное, как он завывает в трубе. А если учесть, что нам еще и дом достался плохо утепленный, то становится понятно, почему в нашей семье в зимнее время особой любовью пользуются специфические зимние блюда. Впрочем, хватит болтать, пройдем на рабочее место. Это у меня хвост – хвост бычка. Испанцы понимают толк в мясе, к сожалению. Поэтому, несмотря на то, что этот кусок почти на 50% состоит из косточек, стоит он в магазине, как кусок мякоти. Не я один люблю полакомиться действительно вкусным мясом. А здесь у меня красная фасоль. Я ее замочил с вечера. Сегодняшнее блюдо мне нравится еще и потому, что, несмотря на длительность готовки, трудозатраты на него минимальны. И они, трудозатраты, совершенно непропорциональны получаемому результату. Сказал, хватит болтать, я сам продолжаю трепаться. Поставлю вариться хвост. Переложу его в кастрюлю и залью холодной водой. Хвост – это часть туши, очень богатая коллагеном, сиречь соединительными тканями. А значит, при длительной тепловой обработке такое мясо станет только сочнее. Воды не нужно наливать слишком много. Во время варки она будет выкипать, а я буду при необходимости подливать. Сверну пока простейший букет гарни. Здесь у меня кусочек лука-порея и веточка тимьяна. Еще, сразу после закипания, я отправлю в кастрюлю головку репчатого лука и морковь. И, конечно же, надо снимать пену по мере ее появления. На первом этапе я буду варить хвост час-полтора. Оставайтесь с нами. Полтора часа прошло. Начинаем второй этап. Я слил воду с фасоли, теперь начну ее варить уже вместе с хвостом. В этом же бульоне. Эта фасоль разваривается примерно за полтора часа. Про химические процессы, происходящие при замачивании фасоли и как ускорить этот процесс, я подробно рассказывал вот в этом ролике. Если вы еще не видели, то вы лишаете себя настоящего кулинарного потрясения. Это совершенно великолепнейший фасолевый суп. Острый, густой, ароматный по мексиканским мотивам. Обязательно щелкайте, если еще не видели. Даже если видели, обязательно щелкайте, посмотрите и приготовьте. Да, для тех, кто смотрит на планшете, напоминаю, что ссылку я размещу и в описании видео. Кроме фасоли нам понадобится еще кое-что. Поэтому встречаемся через час-пятнадцать минут. Прошел час четвертью. Я вам сразу не сказал, если у вас есть скороварка, то весь процесс приготовления можно очень сильно сократить. Да я вам больше скажу. Если вы хотите полакомиться этим потрясающим блюдом, а времени нет ну совсем, то можно использовать фасоль из банки. Готовую, вареную уже. Вкус, конечно, будет хуже. Но если это хороший говяжий хвост, то он вытянет все это блюдо на себе. Так что пробуйте. Фасоль уже почти сварилась. Я же собираюсь обжарить лук и добавить в блюду остроты. Лук добавит сладости. Жарить буду на оливковом масле. Остроты добавлю острый с сыро-вяленой колбасой. У меня испанская чаризу. Нарежу тонкими кружочками. Вообще, в первый раз я попробовал это блюдо с итальянской пепперони. Если вдруг кто не знает, это острое итальянское салями с красным перцем. Скажу так, в этом блюде годится любая острая сыро-вяленая колбаса. Даже если она не слишком острая, всегда можно щепотку другую красного перца добавить. Что там у нас с луком? Важно не пережарить, но надо, чтобы ее аромат и ее острота напитало масло. А хвост уже вытащу из кастрюли. Он готов. Я чертовски проголодался. Переложу на сковородку фасоль. Если у вас останется слишком много бульона в ней, не переживайте. Это блюдо можно подавать и как рагу, и даже как густой суп. Надо аккуратно перемешать, чтобы фасоль не переломалась. И можно сервировать. Зимой каждый день бы, наверное, такое ел. Конечно, для красоты может быть посыпать все рубленой зеленью. Но поверьте мне, когда такая красота появляется на столе, все расхватывает еще до того, как успеваешь сесть на свое место. Давайте пробовать. Да, я не сказал. Обращайте внимание. Если будете приобретать хвост на рынке, то учитывайте, хитрые торговцы часто под видом говяжьего хвоста пытаются продать шею индейки. Как у любой птицы, это мясо очень бледное, очень светлое. Совершенно не похоже на говядину. И птичьи кости, они трубчатые. Поэтому таким, с позволения сказать, хвостом надо сразу физиономию такому хитрому торговцу лупить. Учитывайте этот момент. Вы посмотрите на это мясо. Посмотрите на эту красоту. Нежнейшее, ароматнейшее. Очень такая классная консистенция. Великолепно. Фасоль окрасила мясо в темно-фиолетовый цвет. Смотрится несколько необычно, правда? Ну, давайте попробуем уже и фасоль, и колбаску. Все пропитано насыщенным мясным бульоном. Пикантная острота чариза. Я, пожалуй, не буду распространяться обо всех достоинствах этого блюда. А то съемочная бригада меня сейчас побьет. Просто приготовьте, попробуйте, и можете не благодарить. Спасибо за компанию. Всем пока. И не забудьте подписаться. Нежнейшее, ароматнейшее. Кто не пробовал, тот не поймет. Фасоль окрасила все мясо в фиолетовый цвет. Это очень необычно, непривычно, но абсолютно не влияет на вкус. Нежнейшее, ароматнейшее. Красная фасоль окрасила все мясо в темно-фиолетовый цвет. Смотрится несколько необычно, правда? Блин.